Всем привет! Продолжаю мой блог про то, как я пытаюсь стать современным художником. Сегодня я расскажу про нашу встречу с Марией Седошенко. Она арт-менеджер. И какие выводы я из этого сделал. Потому что это была очень важная встреча именно для меня, как художника, и для моего пути и развития в творчестве. Короче, как я узнал про нее, как я ее нашел? Я как-то встречался с девочкой-художницей, которой я спросил, что думаешь про современное искусство, про то, как туда пойти. Она такая, да, я тоже все про это задумываюсь. Она классический художник. Я тоже все про это задумываюсь. И посоветовала мне посмотреть видео одной девочки в инстаграме. Она, правда, режиссер. Эта девочка была. В общем, сейчас я ее вставлю в ссылку. Не помню сейчас, как зовут. В общем, и там я увидел ее совместный лайв с Марией Седошенко. И мне очень понравилось, как Мария говорит. Я пошел к ней в инстаграм, стал ее изучать. Увидел, что она курс свой начинает про современное искусство. У меня жена тоже собирается и занимается даже уже дольше у меня современным искусством. И я скидываю ей ссылку на этот курс и на Марию. Говорю, вот, смотри, какой прикольный. Не хочешь? От кого? Ой, да, хочу и мне интересно. Вот. Я подумал, что, наверное, ей это будет более полезно. Тогда еще не так сильно. Это было какое-то время назад, месяца два назад. Тогда я думал про свои пути в современное искусство, но еще не так как-то осознанно. В общем, скинул Насте. Она записалась на этот курс, пошла и стала мне иногда рассказывать что-то про это. И как она вдохновлена этим, и как это все круто и интересно. И сказала, что эта Мария проводит консультации частные с теми, кто хочет что-то достигнуть в современном искусстве. Вот. Я такой, а я как раз в Москве, надо встретиться, пойти. Написал ей, записался на встречу и встретился. Я пришел и говорю, наверное, у меня сразу прям в лоб. Я подготовил маминку презентацию, но просто типа, кто я, про мои работы и все такое. Но сразу в лоб я такой говорю, мне, наверное, очень глупый вопрос, но я не знаю, что рисовать мне. Она сказала, нет, это не глупый вопрос. Это типа часто художники с этим вопросом обращаются. Вот. И мы стали разбирать. Она посмотрела тоже мое, как бы вот это портфолио. Я принес там книжки, которые выпускал, свои артбуки и прочее. Комиксы, карты. Ей все понравилось. Она сказала, что очень клевый уровень и все такое, как будто западный какой-то. Ну, как бы не мудрено. Я столько в Америке прожил. И после этого я стал говорить свои мысли о том, что я хочу, что вот у меня есть... Либо можно что-то делать, то, что цифровое я делаю, просто типа в больших форматах. Мне нравится пинап. Мне нравится пинап такой вот, типа акварелька я иногда делал. Мне нравятся картины, ну, то, что я в прошлом видео рассказал, типа бушей и все такое. Типа около барокко что-то. Я совершенно понятия не имею, что мне рисовать, потому что мне это нравится все. Мне нравится графичность и все такое. Мне нравятся какие-то социальные темы. Я ей показал своего персонажа ОМОН, который я придумал, типа женский ОМОН. Я хотел с ней какие-то картины рисовать, типа более на социальную тематику. Она сказала, что тебя действительно волнует. Я говорю, ну, вот меня разные темы волнуют, в том числе всякие социальные и все такое. Вот. Она такая, ну, что-то ее это не впечатлило, как будто. И такая, что тебя действительно, типа, волнует. Реально. Я стал рассказывать про всякий бурлеск, про кинки-пати, про то, что я там хожу и рисую на кинки-пати иногда и все такое. И вот как-то про это у нас и зацепился разговор. Я стал говорить, что вот я тусуюсь часто с бурлесск-артистами, что там вообще уже стал, типа, и за кулисы ходить, и вообще в гримерки. И мне это очень нравится. Жизнь, с одной стороны, она такая скрытая жизнь в Москве, как какие-то вот эти скрытые тусовки от глаз общественности. С другой стороны, это все могут сходить на это посмотреть. Ну, короче, вот эти контрасты, что это очень все ярко и красиво. А с другой стороны, там, когда это все в процессе, как это делается, это все, ну, совсем по-другому. И, в общем, стал рассказывать про это, про то, что у меня мысли снять даже документальный фильм про бурлеск и все такое. И она прямо очень впечатлилась и говорит, да тебе надо, типа, как ту узла трек быть, делать, типа, афиши к бурлеску или что-то такое. Но только делать это в виде картин и больше туда внести, внести за кулиси, жизни за кулисами бурлеска. И я такой, это интересная идея. Мне ту узла трек всегда очень нравилась. Он всегда был моим одним из любимых художников. Плюс мне всегда нравился Энди Уорхол. И вот это будет какое-то такое сочетание. Вот, она сказала, что мои картинки, ей очень понравились скинки и карты, вот, серия с девочкой. Ну, они действительно стильно выглядят и все такое. Но, единственное, она сказала, что это все супер идеализировано. И сейчас это немножко не прокатит в современном мире, с чем я, конечно, соглашусь. Что нужно делать больше, типа, бодипозитивы и все такого. И я тоже согласен, потому что бурлеск как раз топит за это. Что любая может выступать в бурлеске. И это круто тоже будет, потому что как раз с ту узла треком будет перекликаться в том, что он часто рисовал каких-то дам таких полных или еще каких-нибудь. В общем, вот такой момент. Потом на меня сразу спросила, ты хочешь институциональным стать художником или нет? Я такой, а что это такое? Она такая, ну, институциональное, это когда больше в галереях, то есть институции, от слова институции, то есть галереи, продажи в галереях, вот это все. Либо второй вариант, это больше типа сам по себе раскручиваться, продавать принты. Типа больше как Мария Янковская, такая художница. Она, вот, кстати, она недавно стала тоже в галерее, но в целом она больше была сама по себе. Вот, я сказал, что мне хочется больше как раз в галерее, мне хочется больше признания общественности, творческой интеллигенции, потому что признание широкого зрителя у меня уже есть. Но мне всегда не хватает вот этого признания именно профессионалов. Вот, и попасть в галереи, это все равно больше денег, во-первых. Во-вторых, это путь уже в музеи, это больше путь как бы в века, чем останавливаться на уровне, на уровне просто продажи принтов или картин, хоть и очень дорого. Но все равно, вот, я сразу сказал, институционально. Она сказала, тогда современное искусство должно быть, ну, не тогда, это как бы не совсем связано, но в целом, чтобы как-то заявить о себе, нужно делать картины большого формата. В общем, я такой, хорошо, большого это какого адка? Ну, типа, от метра двадцати. Я такой, ну, ладно, будем делать большие. Я не был фанатом больших картин никогда, но в целом нормально отношусь к этому. Ну, и, конечно, да, я согласен, что, чтобы оно смотрелось круто, вот, нужно делать что-то большое. В общем, думаю, думаю делать, я уже померил рулеткой, примерно, какие мне холсты нужны. Я думаю, делать что-то типа полтора на метр или что-нибудь такое. Вот. Ну, это такие хайлайтс нашей встречи, основные моменты, что на ней были. Что я хочу, как бы, вот, тезисно. Должны быть картины большие, в первую очередь. Во-вторых, должно быть, мы делаем несколько выставок. Первый будет про Бурлеск, вторая, возможно, про Кинки Пати. Делать выставки такими проектами. То есть, картины, проекты. Например, рисовать 12 картин про Бурлеск, делать выставку. Какой план? Хотя я план на будущее рассказываю. Делать выставку с Бурлеском, с музыкой, с тусовкой, со спонсорами, возможно, какими-то. Я очень хочу Бакарди в спонсоры, потому что я сам Бакарди очень люблю. И из алкоголя пью практически так Бакарди с колой или с пинаколадой. Ну вот, да. Со спонсорами, с привлечением каких-то знаменитостей и прочее. В общем, сделать ивент такой в какой-нибудь либо галерее, либо просто в каком-то месте. Это должны быть бархатные шторы красные, как кулисы. Я уже, в общем, сразу вижу, это должно быть там диско-шар или что-то. Какое-нибудь прикольное освещение. Каждая картина должна быть подсвечена. И все должно быть более-менее в темноте. Вот. А в перерывах будет Бурлеск и все такое. Вот. Это на выставке. Первая. Вторая будет, скорее всего, про Кинг и Пати, потому что это ничуть не меньше на меня повлияло. И это будут уже тоже крутые картины большие. Про тоже как афиши. Про, ну, уже основанные на реальных набросках. Ну, как бы с Бурлеском тоже реальнее, естественно, все будут люди и прочее. Но на Кинг и Пати я прям хожу и рисую. И это дополнительное, мне кажется, дополнительный слой придает, что это практически с натуры. Вот. А что еще? А, это же касаемо плану. Также тезисно. Не должны быть только идеальные люди. Должны быть реальные. С какими-то недостатками. Это должно выглядеть все как типа афиши. То есть, возможно, будут надписи какие-то. Я еще, правда, не придумал на каждой картине, но все равно. От себя, думаю, что это будут какие-то необычные композиции тоже. Это должно быть закулисье. Много закулисье. Часть будет, конечно, про выступление. Но большая часть, наверное, 60 на 40 будет про закулисье. Это должны быть основные как бы звезды нашего Бурлеска. И цвета должны быть тоже определенные, повторяться, чтобы везде как бы одни и те же цвета использоваться, чтобы это было моим типа почерком. Ну, в принципе, это я и так делаю. Красный, черный, белый, желтый или такой типа золотой. Везде у меня и так есть. Какие-то паттерны даже, может быть, повторяться будут. В общем, вот. Что еще? Что еще? Ну, все это должно быть типа а-ля современный Тулузо трек. Показывать скрытые от широкой публики тусовки Москвы. Вот. И в них немножко как бы приоткрывать, приоткрывать завесу тайны и показывать людям обычным, которым, для которых это все недосягаемо. Вот такой, так мы решили. У нас встреча была два часа, но мы пришли к этой идее довольно быстро. В первый час, мне кажется. Даже, может быть, еще быстрее. И потом уже мы просто типа накидывали идеи, как это можно круто все разогнать и сделать крутое масштабное шоу. В общем, следующий план такой. Я делаю 12 или 13 картин больших. Сначала мне нужно нарисовать эскизы к этим картинам. Потом перенести это на холсты. И готова делать выставку сначала своими силами. И потом уже после этой выставки мы будем либо метить в галереи для галереи. Либо если не купят эти картины, то можем также показать в галереях. Либо нарисовать новые, если раскупят все на моей персональной выставке. Это будет исключительно персональная выставка. И дальше делать следующую выставку про кинки таким же большим проектом. Вот и все. И так дальше двигаться и делать разные проекты про супер необычные какие-то жизни. Как серии. Кстати, очень совпало с моим видением. Я же календари делаю каждый год практически. Вот в этом году не делаю. А так делал всегда. Это то же самое, только на холстах. То есть 12-13 работ очень похожи. А, это еще должно быть довольно детализировано, чтобы люди могли порассматривать всякие детали и прочие штучки. Важно. Но это я умею делать. Чтобы не просто бросил взгляд и пошел дальше. А чтобы прям постоять и порассматривать. Но это я умею. С этим у меня нет проблем никаких. Вот. Ну, вроде все. Вроде все сказал. Спасибо, кто смотрит, продолжает смотреть. Если не видели и не понимаете, про что я говорю в целом, то можете глянуть прошлые видосики. Это серия влогов про мой путь в современное искусство. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok